Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня небольшой видеоролик посвящен также набору образовательному Клик. И сейчас мы рассмотрим варианты создания робота, который движется по линии. Об этом роботе, в таком задании практически, также указано в методической литературе, идущей к набору. Поэтому для вас не составит труда заглянуть в методический набор и более детально проанализировать. Здесь мы быстренько попробуем это реализовать, показать, как это работает примерно. Но алгоритмы, конечно же, их много, алгоритм движения по линии. Их можно взять, например, из уже известных алгоритмов, которые применяются в LEGO EVA 3, в NXT, которые для соревнований по движению по линии, там их десятки, наверное, алгоритмов. Их можно перенести в программу, соответственно, написанную на M-блок 5 или, соответственно, в Arduino IDE. И так, и так вы можете это прописать и, соответственно, применить этот алгоритм для решения ваших задач. Вот сейчас, как вы видите, передо мной лежит поле игровое. Такое тестовое маленькое небольшое поле на размер стола для движения как раз по линии, там, работа с датчиками цвета. Оно у меня как тестовое идёт. Я взял его из набора другого, называется мэкблоковского там, M-блок 2. Но он как раз сейчас идеально подойдёт нам, например, для тестирования процесса. Тестировать, конечно, я буду на непосредственно полу, на этом поле, чтобы, соответственно, робот у меня не упал. Но для начала нам нужно понять, как подключить датчик к линии и, соответственно, как он будет обрабатывать сигналы в наш момент. Поэтому нам понадобится сегодня опять наш контроллер. Понадобятся моторчики, соответственно, всё берём из набора, который у нас есть, и, следовательно, начинаем выбирать нужные элементы, которые нам пригодятся. Итак, нам пригодится датчик линии, двойной, сплошной, вот такой. Так, конечно же, ещё один мотор. Я уже просто подключил к нему провода, поэтому они будут уже с проводами. Можно найти какой-нибудь покороче для... Непосредственно для датчиков. То есть не длинные, а не длинные провода для датчика линии. Всё, остальные элементы пока нам не нужны, кроме, соответственно, специальных деталей, на основе которых мы будем сейчас делать нашего робота. Так, нам понадобится два, соответственно, два колеса и так называемый рецинус, с помощью которого мы будем, соответственно, и настраивать, там, калибровать положение датчика линии относительно поверхности. Относительно поверхности. Можно, конечно, вот такой, наверное, провод возьмём покороче. Ну, вот такой, в общем, так. Ну, что ж, какой вариант будем делать? Перед нами, соответственно, вот сейчас я представляю вам из методички изображение данного мобильного робота. Он стандартный вариант, может, конечно, любой, какой хотите. Ну, вот возьмём из методички, чтобы просто не придумывать, вот так сразу, там, не размышлять долго. Возьмём то, что уже проверено, то, что есть, как говорится. Здесь присутствует, что задняя часть движущего мотора будет сзади установлена, а, соответственно, датчик линии будет впереди и опирающий на рецинус. Остальные датчики и модули, это, как бы, для общего настроя, на изображение дополнено. То есть, если, например, не по линии, так, может быть, там, вы управлять будете с помощью пульта или Bluetooth-моды. Это уже на ваших смартфонах, там он ещё, кроме того, что двигается по линии, ещё и смотает препятствия. Это дополнительный, как говорится, вариант. Мы сейчас рассматриваем только движение по линии. И вот на этом основе мы попробуем сейчас собрать нашего робота. Итак, это у нас будет перед, перед, а, соответственно, это задняя часть. И, следовательно, здесь будет подключаться наш датчик линии. Наш датчик линии. Давайте начнём с моторов. Итак, моторы должны подключены быть вот таким вот образом. Потому что здесь как раз у него специальные выемки для подключения моторов к контроллеру. Вот сейчас таким же образом мы и соединим, как на рисунке. То есть нам понадобятся втулки, штифты, так сказать. Втулка-штифт называется. Вот такого типа. В основном для стабильности используют три таких элемента. Один, соответственно, сзади крепят. Там инструкция будет указана. И два, следовательно, по бокам. Вот так. И так. Вот мы и закрепили. Далее этот мотор мы можем закрепить вот таким образом. Если он нам что-то мешает, можем потом немножко подкорректировать. Вот так вот за какую-нибудь детальку завести. И, следовательно, соединить. Так. По такому же принципу делаем и с другим мотором. И с другим мотором. Я параллельно снимаю, смотрю и собираю. Так. Ну что ж. Вот я подключил два, соответственно, мотора. Далее я, следовательно, могу распределить. То есть колеса есть у него с выходом вперед такой втулочки. Или вот выемка, соответственно, под мотор. Вот как раз она под мотор нам и подойдет. Но надо расположить так, чтобы совпали отверстия. То есть желательно совпали отверстия мотора. Обычно одевают на три штифта, так как треугольного типа опоры. Вот как я сейчас показываю. Можно, конечно, и на ось одеть. Это кому как нравится. Вот я сейчас подгадал примерно. Вот одел. И вот у меня уже есть одно колесо. Следовательно, я провожу такую же процедуру. Можно так вот немножко. Угу. По такой же схеме сделаю симметрично. И второе колесо. И второе колесо. Вот у нас уже есть почти движущаяся платформа. Почти движущаяся платформа. Теперь нам нужно здесь закрепить вот эту конструкцию. Вот эту конструкцию. Схема здесь крепления. Ну вот сейчас я посмотрю просто на инструкции. Ну да. Предлагается нам использовать... Пятерочку. То есть ось на 5. Ось на 5. Мы закрепим вот таким вот образом. И соответственно вставим... Сейчас. Закрепим вот таким вот образом. Чтобы у нас совпало. То есть вот эти вот элементы должны у нас совпасть. Соответственно. А вот эти элементы короткие мы соединяем с самой конструкцией. То есть нам нужно 2 штифта короткого типа согласно инструкции. Соединяем. И закрепляем непосредственно конструкции нашего контроллера. Теперь нам осталось только совпало, чтобы совпала конструкция, элементы, чтобы одеть. Здесь мы используем штифт тройной, так сказать. Без стулки, а именно который длинные такие штифты. Они тоже у меня тут черного цвета. Длинные такие штифты. Вот он. Сейчас немножко мне тут пока найду эти элементы. Вот. Я нашел. Все замечательно. Теперь согласно инструкции нам еще можно добавить усиление данного элемента. И дополнительно на нее будет крепиться нужная часть. То есть берем еще раз балку на 5. Соединяем ее. Здесь появится соответственно элемент для крепления с датчиком линии. И то же самое проделываем с отверстиями ниже. То есть вставляем нужные штифты. И надеваем балку на 5. Вот так. Теперь осталось легким движением руки. И надеть два штифта и соединить с датчиком линии. Теперь располагаем его на линии. И смотрим вот примерно размер зазор с линией. То есть это примерно там 5-6 миллиметров. 5-6 миллиметров расстояние от поверхности. То есть чуть меньше сантиметра. Следовательно здесь я подключаю провод соединительный. И осталось сейчас подключить красиво. И следовательно посмотреть результат. Если вот эти проводки нам мешают. То мы всегда можем взять какие-нибудь рамочки здесь соединить. И отправить вот таким вот способом подключения. То есть почему бы это не сделать. Я вот взял. Сейчас возьму две такие рамочки. Две такие рамочки мы взял. И соответственно двумя штифтами. Вот так. Подключу, чтобы мне соответственно не мешало. Если он там будет короткий поворот. Чтобы не задевало за какие-нибудь, например, стеночки провода. Чтобы не мешало аэродинамике, так сказать, мобильности. Вот так. Вот. Соединили. И теперь провод. Ну я могу по такому же принципу немножко приподнять. Сюда вот пропустить провод. И подключить к первому порту. К первому порту. Все. Я подключил к первому порту. Теперь у меня есть готовый робот, который может двигаться по линии. Теперь может двигаться по линии. Остальные детали тоже декоративного типа. Или для усложнения процесса это вы можете уже самостоятельно посмотреть дальше. Теперь мне нужно соединительный провод. Для моего робота, который с компьютером соединяющийся. Для того, чтобы передавать программу, загружать. И проверять, какие данные мы наблюдаем с данного порта. Как определить, к какому порту мы подключились. То есть через первый порт. Какие пины Arduino платы внутри заложены. И то есть какими надо управлять. Ну соответственно, все это в методичке есть. Еще раз повторяю. В начале всегда обязательно там указано. Какие порты за что отвечают. Какие пины задействованы в этом варианте. Но я сейчас еще раз открою. И вот смотрим, что для датчика линии первый порт, в который первый порт подключен, задействованы пины 10 и 11. Значит 10 и 11 мы будем использовать для пинов. Это значит первый датчик и второй датчик. 10 и 11. Можно вообще одним датчиком работать. Линия, он достаточно, то есть это достаточно маленький зазор между ними. Может быть даже он реагирует на очень тонкую линию. Ну так, у меня пример здесь большая линия. Толстая. То мне можно и один датчик задействовать. С простым, то есть алгоритмом ветвления. Для этих целей я выберу редактор M-Block 5. Сейчас я его прогружу. И мы начнем, соответственно, создавать программу. Подключу заранее. Для того, чтобы считывать данные. И, соответственно, подключу этот провод к компьютеру. Итак, открыто редактор M-Block. Мне достаточно подключить устройство. В данном случае мне нужна плата Ардуино. Подключаю его. Все, у меня есть нужные элементы. Дополнительно, чтобы считывать данные, какие данные получаю непосредственно с датчика линии, через M-Block, чтобы он отображался, я могу открыть расширение и добавить трансляцию режима передачи данных в облако. Так сказать. Ну, локальное облако, я бы сказал. Вот у меня есть специальная передача данных. Это инструменты. Для чего? Для того, чтобы, соответственно, передавать их непосредственно на дисплей, связанный с пандой, то есть с персонажем. Поэтому я переключаюсь на персонажа и тоже добавляю ему тот же самый функционал для получения данных и передачи данных сообщению. То есть он присутствует. Добавил. Здесь я просто для панды добавляю функцию получить сообщение месседж. Я пока не буду называть его стандартным месседжем. И создаем переменную, которая будет хранить то, что мы будем передавать. Например, какой-нибудь S. Назову его S1. С1 и, то есть, да, S1 как сигнал первый. И, соответственно, создам еще второй, как S2 сигнал второй. То есть первый датчик, второй датчик. Вот они отобразились здесь. Отобразились эти два элемента. Потом можно расширить и посмотреть. И, следовательно, если мы получаем сообщение, то передать значения S1 и S2, соответственно, те сообщения, которые будут отправляться. Ну, сейчас давайте S1 сначала, да. S1 мы отправим сообщение, то, что мы получили. То есть, то есть, что мы будем отправлять. Значение сообщения. Вот так вот. На S1. S1 у меня будет, ну, например, какой-нибудь там 10 или 11 пин. Сейчас мы проверим, какой вариант правильный. Итак, переходим к устройству. Переходим к устройству. Выбираем запуск Ардуино. То есть, при запуске Ардуино мы бесконечно считывать будем значения. Какие значения? То есть, с цифрового порта считывать значение, цифровой контакт какой-то, да, следовательно. И непосредственно отправлять эти данные в сообщение. Например, отправить сообщение в месседж цифрового порта. И здесь указываем, например, 10. 10. Давайте подключим. Ком-3. Подключение. Ну, в моем случае Ком-3 у меня подключено. И, следовательно, если я запускаю... А, я еще должен загрузить, конечно же. Загружаю, включив непосредственно моего робота. Жду загрузки программы. И вот я уже вижу, что S1 сигнал получает единицу значения. Сейчас S2 у меня просто не задействовано. То есть, S2... То есть, S1 я сразу вижу, что это 10-й порт. То есть, 10-й порт я точно сейчас отправляю. А кто из них 10-й порт-то? Левый или правый? Ну, этого можно достичь, просто поставив на границу с черным и белым. То есть, я сейчас поставил крайний на левый. Для меня, если вот так смотреть на него, то он не получает. Если я крайний правый отправил на черную линию, он показал ноль. То есть, он показал ноль. Я еще раз. Сейчас, наверное, раскрою. Вот так вот. Раскрою его. На белую линию. На черную линию. На белую, на черную. На белую, на черную. Все. То есть, никаких тут сложностей нет в этом плане. Мы точно считали и посмотрели, что работает действительно с 10-го порта. Также можем заменить 10-й порт на 11-й. То есть, будем крайний левый. То есть, вот этот элемент рассматривать. Загружаю. Загружаю. И смотрю. Вот сейчас он белый. Левый. И сейчас опять ноль S1. То есть, сейчас я пока все в S1 отправляю. В S1. А как мне, соответственно, сделать так, чтобы я считал с двух датчиков, да? Смотрю. Ну, следовательно, мне нужно назвать, например, два сообщения по разному именам. Например, MMM, да? Нет, давайте какой-нибудь... MMM, например, назову MMM1. Вот это будет, соответственно, 10-й порт. И, следовательно, отправлять буду также параллельно с ним, ну, точно, с друг с дружкой MMM2 сообщения, которые будут считывать уже контакт с 11-го порта. То есть, два одновременно порта буду слеживать. Теперь перехожу к персонажу. И, следовательно... Так, остановись. Нет, не будет. И, следовательно, мне нужно взять... Выбрать S2, еще одну переменную. И здесь я изменяю... А, в данном случае вот так, да, лучше вот так сделать. Здесь будет MMM1. Здесь, соответственно, MMM1. И то же самое можно добавить еще MMM2. MMM2 и сообщение MMM2. То есть, разграничим. Если слишком частая отправка, то можно между каждым сообщением давать еще задержку по времени, например, вот, там, 1 сотая секунды, или, там, 1 десятая секунды. Давайте посмотрим сейчас. Загружу и проверим, работает ли это или нет. Вот сейчас одновременно запустились два значения. 1 и 2. Соответственно, 2 это левый камень, то есть ближнейший камень. А, соответственно, крайний это S1. Вот я подвел S, крайний, дальний от меня к черной линии. А белый, к левый, ближайший ко мне, соответственно, еще на белой линии. Ставлю. И вот уже 2 на черной линии. Подхожу. Дальше. Соответственно, крайний, дальний от меня ушел за линию. Единичка. Здесь осталось 0. Полностью вышли. И вот на этой логике, всего лишь цифровой логике, да, нет, в зависимости от этого значения, которое мы настраиваем, мы и делаем, программируем движение по линии. Движение по линии. А в нашем случае нам нужно делать задержки движения по линии, чтобы, соответственно, машина смогла правильно сработать. Я сейчас уберу вот этот месседж и начнем сейчас делать, соответственно, алгоритм движения. Итак, если элемент на черной линии, значит, нам нужно двигаться. Например, если он вот так вот вращается, линия, то надо ему, соответственно, сюда проехать. Если на белый, опять сюда. Сюда. Например, будем считывать ближайший ко мне датчик, первый. То есть это будет десятый порт. Десятый порт. Вот этот ближайший датчик, это крайний. Десятый порт. Если он станет 0, то нужно включить, там, например, моторчик в другую сторону. Если, соответственно, единичка, то этот моторчик. Ну, соответственно, нам нужно включить моторчики. Первый моторчик, соответственно, это первый условно пин, второй пин. Из картинки, как говорится, порта мы знаем, что, соответственно, первый элемент имеет пины 6 и 7. 6 скорость, это аналоговый, а 7 направлений, лов или хэйдж. Лов и хэйдж. Соответственно, и второй 4 и 5. 5 скорость, 4 направления. Ну, давайте вот сейчас попробуем это и реализовать. Для начала мы, соответственно, зададим эти значения. То есть, вот так вот возьмем и поставим. У нас в нашем случае, с таким чередованием, то есть, я сейчас объясню. Это первый условно мотор, два порта. У него, еще раз, согласно портам, 6 это скорость, а 7 направления. Значит, там, где только высокий или низкий стоит, там стоит порт 7. А там, где 6, соответственно, значение от 0 до 255. Поэтому 6. А здесь поставим значение, например, 100. 100. Пока вот это трогать не будем. Здесь же мы тоже укажем значение 4 или 5. Сейчас посмотрим на порт. Давайте еще раз обратим на порт. Направление 4, скорость 5. Значит, здесь указываем 4. А 5, соответственно, ставим тоже 100. Тоже 100. Значение от 0 до 255 у Шима, соответственно, отрицательное значение они не могут сделать. Но зато могут направление менять из-за того, что высокий или низкий выбрать. Вот сейчас мы запустим, то есть, загрузим и посмотрим, правильно ли мы настроили наши моторчики. Как видим, они вращаются в одну сторону, но назад. То есть, назад. А нам нужно, соответственно, вперед. Следовательно, мы должны выбрать низкий. Низкий вариант. Загружаем. В моем случае. И вот. Он уже едет. Так, выключу пока питание ему. Можно, конечно, поэтому нам и нужен здесь пульт управления. В случае, там, включения, выключения делать. Я сейчас загружу. Пока, чтобы он, соответственно, не тратил энергию. То есть, вот, отсоединив пины, отсоединив указатель, я просто укажу запустить Arduino, и все. Он ничего делать не будет. То есть, я выключил. То есть, у него там программа никакая не выполняется сильно. Сейчас обратно возвращаемся. И что мы делаем? Нам нужно теперь сделать так, чтобы, в зависимости от условия датчика, да, нет, в противном случае, или не в противном, можно, да, нет, а можно и два условия поставить. То есть, обрабатывать это в бесконечном цикле. В бесконечном цикле. То есть, вот таким вот образом. Два условия, например. Два условия. И, соответственно, и, соответственно, приступим к написанию программы. К написанию программы. Итак. Добавим наш цикл. И два условия. Внутри цикла. Например. Следовательно, рассмотрим пока работу с одним, одной датчиком. Так как их тут два датчика. Внутри датчика линии двойной испарены. То мы рассмотрим пока только один. А по аналогии можно потом рассматривать и два. Так же. Датчик, который крайне ближе ко мне. Десятый порт. Следовательно, он может принимать значение либо ноль, либо один. Давайте вот возьмем из вкладочки оператор равенство. И здесь поставим либо ноль, либо один. Если он стоит на белом поле, наш датчик, то он должен повернуться от нас. Если мы смотрим на него вот в таком положении. От нас. Следовательно, то есть вот так. Следовательно, мы должны первый элемент включить на низкий, а второй элемент включить на высокий, чтобы он так вот начал двигаться. Или вообще не включать элемент. Ну, мы включим, то есть здесь высокий, тут низкий. и поставим значение десятого порта на ноль. Ой, извините, это для единицы. Пардон, это для единицы. Да. Вот так. А для, соответственно, нуля все делается то же самое, только наоборот. Здесь ставится низкий, и здесь ставится высокий. Соответственно, как только он нуля накасается, он возвращается в исходную точку. И сюда, и сюда, и сюда, и сюда, и сюда, и сюда. И вот так ходит. Давайте посмотрим, то есть никакой задержки я сейчас пока ставить не буду, просто загрузим и посмотрим результат. То есть, что мы добились. так у меня закончился заряд, на нем надо подзарядить его. А, нет, нормально. Нет, хотя. Да. Внимание, что десятый порт, я девятый поставил. То есть, десятый порт обязательно. Проверим. Ну вот, да. Так. Вот то, что мы должны были с вами наблюдать. Так. Сейчас мы это подправим. Сейчас мы это подправим. Итак. Я на всякий случай проверял. Так. Теперь нам нужно сделать небольшую задержку и сказать ему, чтобы он двигался вперед какое-то время. То есть, Ctrl-C, Ctrl-V по нужной части можем выбрать. Я просто уже узнаю. И вот его пока оставим. Эту часть мы сейчас расскажем, как с ней работать. для моего случая, да, это надо было наоборот сделать. То есть, это высокий, это низкий, это низкий, это высокий. Вот так, да. В таком случае я немножко перепутал поведение, но в целом, в зависимости с того, как вы поставите, с какой стороны датчик будет с этой стороны или с этой стороны двигаться, то можно всегда расположить. Сейчас мы проверим и с этой стороны движение, и с той стороны движение. Так, поставим задержку. Я обычно поставлю одна, так, 0,05 части, то есть, 0,05 секунды и 0,05 секунды. Вот так. И после этого проверки можно сделать еще, то есть, после условий, например, после условий проверки мы можем сказать, что они оба пусть будут низкие, но двигаться будут только если значение будет 0,05, то есть, не больше. Вот в таком формате. Можем это значение для каждого условия прописать. Или вот за условиями. То есть, за условиями. Это отдельное условие. Вот оно. Это один кусок условия. Это второй кусок условия. Он внутри. Внутри. И внутри цикла под условием может так. Если немножко не понимаете, тяжело, можно в каждом условии это сделать. В каждом условии. Вот так. В каждом условии. Может так проще будет. Но я сейчас оставлю это внутри основного цикла, а условия как бы только проверяют, куда им поворачиваться. Как только он проверил, дальше идет линейный процесс движения вперед. И дальше опять процесс проверки. Вот так поставлю пока. Загружу. Загружу. И вот мы наблюдаем процесс движения. Так. Я сейчас отключу. То есть, он может автономно. и вот он пытается пройти что в эту сторону, что в эту сторону. Алгоритм. Здесь мы рассматриваем момент, что у нас должна быть идеально черная линия. То есть, датчик линии определяется на черной линии. Уже цветные линии данный датчик будет воспринимать достаточно плоховато, поэтому для распределения цвета используется датчик цвета. О нем мы поговорим чуть попозже. Надеюсь, был понятен данный алгоритм. Я его оставлю и мы его сохраним, отправим соответственно под этим видео. Вы можете спокойно скачать его по ссылке под этим видео. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует...